добрый день дорогие друзья гости на моем канале я как всегда рада вас приветствовать сегодня у меня наконец-то появилась возможность и я решила записать для вас видео в этом видео хочу ответить на пару вопросов которые вы мне задавали за последние две недели значит самый первый вопрос был это когда я буду ставить свой кустик ропс ванила трейл на фитильный полив значит пересадка в это кашпо 24 сантиметра диаметр кашпо было три недели назад 29 08 перевалка это было а сегодня 16 0 9 полив идет эти три недели по краю горшочка и а фитильном поливе думать еще рано определенных сроков что вот сказать да что я сделала пересадку и через месяц уже можно ставить на фитиль нет нужно обязательно наблюдать за растением это может быть полтора месяца пройдет до с момента по посадке пересадки может быть два месяца пройдет а может и два с половиной здесь все зависит от состояния растения до того как вы будете за ним ухаживать и от условий вот значит что касается меня да как я вот определяю когда уже можно ставить на фитильный полив когда я увижу что в этом кашпо не будет просвечиваться грунт да то есть проплешин вот таких вот не будет будет все это в листиках в цветочках тогда я уже буду пробовать ставить на фитильный полив кстати это робс ванила трейл уже росла у меня на фитильном поливе но только в кашпо меньшего размера и прекрасно себя чувствовала вот так вот конечно чтобы вот этот кустик у меня сейчас цветет да вы видите что тут цветочки и причем много цветочков если бы конечно снять вот эти все цветы то рост вот этих розеток в кашпо пойдет быстрее цветы как бы немножко тормозят рост но я не хочу этого делать поэтому я потерплю пока растение цветет ну в общем то дам ему волю пусть она сама решает как ему цвести и какими темпами расти вот так вот это что касается робс ванилы трейл дальше был такой вопрос об укоренении пасынков да вот в чем лучше укоренять пасынки в грунте в воде во мхе в перлите значит в принципе лучше всего укоренять все таки сразу в торфе но можно и в воде укоренять в воде тоже растут хорошо корешки нарастают вот но бывают вот такие случаи у кого-то пропадают до растения то есть почему-то загнивают и не хотят укореняться вот или же вот как у меня допустим смотрите широкий трейл я получала пасынок свежим срезом в начале мая посылочку получала и вот представляете сейчас уже середина сентября и только-только вот сейчас у меня здесь наросли корешки то есть тот этот пасынок он никак не хотел укореняться он все время норовил пропасть загнивал в общем-то я его и в грунте и в воде и что только я ему не делала и наконец-то я нашла способ как мне сохранить растение да и укоренить кстати вот от этого пасынка уже у меня листики с детками есть вот которые уже скоро нужно будет отсаживать значит в чем я его укоренила я его укоренила во мхе но это не просто мог а это то есть мог есть разные да есть мог сфагнум а есть мог кукушкин лен и вот в кукушкином льне у меня этот пасынок нарастил корни буквально там я не знаю за две недели очень быстро да посмотрите вот какие классные корешки и при том при всем при том при всем позеленели листики вот тут листики были белые но видимо плохо укоренялось растение потому что белые листья недостаток хлорофилла да то есть вот этот обменные процессы важные для роста развития растения их не было поэтому укоренение тормозилась вот а в кукушкином льне у меня и корни наросли и листики позеленели я не использовал никакого абсолютно удобрения просто мох кукушкин лен тепличка и освещение вот так вот про кукушкин лен я как-то услышала от елены еникеевой я задавала вопрос по поводу фитильного полива вот и она мне посоветовала использовать кукушкин лен чтобы не портился грунт вот не мог сфагнум а именно кукушкин лен я на тот момент этот кукушкин лен не могла найти где его приобрести дано собирать у нас его нет здесь ну в моей местности где живу а потом случайно я увидела в продаже этот мох разновидность этого мха на валдберисе вот и естественно я его заказала для себя значит различие в чем вода различий как он отличается мог сфагнум вот он мог сфагнум вот такой вот он очень влагоемкий да то есть если переувлажнить этот мох сфагнум то растение может загнить тем более если там какие-то неполадки с температурой идут или растение больное то есть во мхе сфагнуме хорошо укореняются пасынки но проблемы могут возникнуть так кукушкин лен он вот такой вот открою вот кукушкин лен это вот такие вот веточки веточки вот такие вот он держит влагу но он ее вот как-то и пропускает через себя то есть вот эта веточка влажная но она не переувлажняется так как мог сфагнум и тут доступа воздуха ну как бы больше да вот получается такое укоренение папа как вот в воде то есть можно отсюда запросто налить водички просто вот а мог сфагнум не даст загнить стволику вот стволик будет чистенький беленький и проблем с укоренением не будет ну вот как то вот вот так вот получилось не получилось у меня объяснить вот я еще вот пасынки укореняла вот смотрите здесь неделя после переукоренения это химера взбитые сливки и вот уже корешки наросли и посмотрите какой чистый светлый стволик то есть как только корни нарастают хорошего размера такие растения можно тут вот уже вообще не вытаскивается здесь явно что уже корешки лучше и плюс еще кукушкиного льна до муха в том что когда укореняешь наращиваешь корни во мхе сфагнуме там все прилипает к стволику и сложно потом поставить на фитиль потому что может загнить растение от переувлажнения тот кукушкин лен видите он не прилипает к стволику вот доставай в грунт делай перевал очку да и можно ставить со временем на фитиль и не бояться что растение замокнет стволики все чистенькие все хорошенькие короче мне очень-очень вот показываю тоже да тут это уже тоже это трейлер чанталана так сейчас мы посмотрим что здесь за корешки тут вообще уже все вот сегодня нужно брать мне это все срочно и все пересаживать вот смотрите на все открыла все светленькая все чистенькая и судя потому что мне ну какие рекомендации мне давала елена еникеева вот этот кукушкин лен можно даже добавлять в состав грунта для фитильного полива вот то есть он совершенно для растения безопасен смотрите какие корни сейчас буду это все в грунт пересаживать вот потому что уже пора он перепуталась в этот кукушкин лен не в той не в тот контейнер положила так что если у кого-то плохо получается переукоренять фиалки да и либо же укоренять пасынки размножать вот советую попробовать этот кукушкин лен достать его не проблема заходите на площадку wildberries и покупаете как он идет для улиток вот оказывается добавляют это все ну это как среда обитания до улиток кому там еще хамелеонов змей какие все был такой у меня вопрос как сделать а такие вот ровные отверстия в емкостях для фитильного полива чтобы я показала значит делается все очень очень просто берется ну емкость до которую вы хотите там подрезать мире примеряете вот так ставите горшочек который которым вот расти фиалка устанавливаете его сюда маркер берете обводите ну то есть окружность вот какая нужно чтоб размер нормально подошел потом берется ножнички вот такие с маникюрного набора они вот так вот немножко как бы загнутые вот они неровные загнуты и вырезается по по рисунку да по обводке которую вы сделали и получается вот ровные такие отверстия куда можно вставить горшочек и не переживать что он там как-то упадет или еще окну на ваши вопросы я вроде бы ответила надеюсь понятно доступно теперь что касается видео на моем канале тематики какие я буду дальше снимать видео значит я свою коллекцию по большей части поменяла на трейлеры у меня в основном теперь будут трейлеры поэтому на своем канале я тоже буду чаще снимать именно трейлерных сортах фиалок это очень интересно очень увлекательно потому что мало того что каждый сорт ведет себя по разному да и даже один и тот же сорт вот два разных кустика и они могут расти по разному какой-то не требует никакой никаких этом танцев с бубнами а вот какой-то требует танцев с бубнами буду делиться с вами своим опытом хоть и небольшим но уже как бы результаты у меня есть вот поэтому поэтому думаю что мне можно уже чем-то вас там что-то вам там подсказывать так ну на этом всем всего доброго буду с вами прощаться мира здоровья и добра до свидания